Вот такая имитация настоящих штурмовых действий. Буквально несколько секунд назад отработала артиллерия в поддержку штурмовиков. Ну и прямо сейчас украинские защитники штурмуют по легенде позиции противника. Боевая задача четкая, но непростая. Группа должна войти и закрепиться на позициях. В окопе бойцов встречает оборона. И уступать свои позиции они не намерены. Дымовая завеса и взрывы снарядов еще не самое сложное препятствие для штурмующей пехоты. Противник также может открывать огонь в ответ. И бегать в полном обмундировании при наступлении в реальных боевых столкновениях приходится по заминированным территориям. Штурмовик в первую очередь должен думать, как ему действовать в каждой экстренной ситуации. Самый процесс, когда заходит в окопную линию противника, может быть и заминовано все. Так само их задача зайти, выбить и дивиться с под ноги. Все военнослужащие на этой тренировке уже с опытом боевых штурмовых операций признаются, участие в них не для слабонервных. И главное – надежное плечо побратима. Один раз был, это страшно. Это страшно, но ничего, все хорошо. Мы должны понимать, что так, индивидуальные навыки бойца – это очень важно, но война и наступ – это всегда командная игра. Отрабатывают навыки стрельбы во время штурмов и обороны на тренировках с винтовками для пейнтбола заправленными краской. Получить условное ранение от попадания такой пули не опасно, но неприятно, говорят военные. Все ошибки на поле боя после тренировок анализируют и стараются исправлять. Сегодня отримал, скажем так, поранение, пострел прямо в самое сердце. А это вот далее ты будешь анализовать, как так сталося? Ну, так, звичайно, ну, есть на чем разбираться. Банально, втрата звезда, втрата одной позиции и все, и они уже у нас. Инструкторы говорят, в целом тренировкой ребят довольны. Тут важно отработать каждое действие, чтобы в настоящем бою было легче выполнить задание и сберечь жизнь. Правильно, хлопцы спрацювали, выбили часть окопа, посунули ее, зашли в окоп. После того, как ты зашел в окоп, вероятность того, что ты залишься живым на 70-80% в рост. Потому что на подходе до окопа тебя разбирают арта, кулеметы, минометы, это все. Самое главное, когда пришли до окопа, швидко, швидко, швидко. Самое главное, чтобы они работали как одна. Вот эта команда, чтобы она работала как одна людина. Такими тренировками пехота поддерживает свою боевую форму. Дополнительный контраст в обучении бойцам придает и гремящий неподалеку фронт.